Здравствуйте, с вами Александр Вельмошко, канал Одесса и Транспорт. И сейчас мы осветим события Великой Отечественной войны украинского народа против русских захватчиков за день 15 марта. Это 20-й день боевых действий. В Одесской области мы не можем порадовать вас хорошими новостями. Утром 15 марта и днем около 14 часов русские корабли обстреливали побережье южной части Одесской области. Пострадали несколько населенных пунктов примерно в районе между курортом Затока и Устьем Дуная. Их обстреливали из корабельной артиллерии и наносили удары ракетами. Есть несколько раненых, погибших людей, к счастью, нет. Также космические снимки зафиксировали расположение нескольких корабельных групп русского флота неподалеку от Одессы и Одесской области. Русский флот возглавляет ракетный крейсер Москва, тот самый, который участвовал в захвате острова Змейный и который был послан нахуй его защитниками. Тот факт, что русские взялись обстреливать, в том числе из корабельной артиллерии, со сравнительно небольшого расстояния, порядка 10-15 километров, побережья именно южной части Одесской области, указывает о том, что тот десант, о котором мы все говорим еще с первых дней марта, он может состояться именно в этом районе. И это именно тот район, о котором я говорил в анализе военной угрозы со стороны Приднестровья. Та самая попытка высадить какие-то силы для прорыва в сторону этой непризнанной республики и создания коридора. А также с целью отрезать южную часть Одесской области от остальной Украины или даже полностью ее захватить. То есть это непосредственная угроза для городов Белгород-Днестровский в первую очередь и опосредованно для Измаила и всего нашего украинского Придунавья. Лезть же в саму Одессу и в ее окрестности, которые превращены в самый настоящий укрепленный район, русские с десантом, скорее всего, не решатся. А теперь немножко хороших новостей с фронтов боевых действий. Еще днем 15 марта главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Залужный сообщал о том, что на некоторых направлениях украинская армия переходит в контрнаступление. И действительно, затем стало известно, что во второй половине дня и днем 15 марта после боев между Николаевым и Херсоном, после воздушного и артиллерийского удара украинской армии в районе Чернобаевки, русские войска начали отступление от Николаева. И сейчас довольно большие колонны русских войск через Херсон отступают в сторону Крыма. Кроме того, произошли определенные кадровые перестановки в командовании украинской армией на востоке Украины и в Киеве. Командующим военными частями в Киеве местной военной администрации стал Александр Павлюк, который до этого командовал частями операции объединенных сил. Под его командованием украинские войска все эти 20 дней не сдали противнику ни одного крупного города между Мариуполем и Харьковом. В Верховной Раде и правительство Украины сегодня, 15 марта, приняли ряд важных законов и постановлений. Например, был подписан закон фактически о коллаборационизме, который устанавливает наказание за сотрудничество с русскими оккупантами, тюремный срок до 15 лет. После этого фактически начала сыпаться буквально партия ОПЗЖ. Ведь деятельность тех политических партий, которые так или иначе будут причастны в сотрудничестве с русскими оккупантами, также может быть прекращена. Из фракции ОПЗЖ в Верховной Раде уже вышли 4 депутата. А еще один, тот самый предатель Илья Кива, сегодня был лишен депутатского мандата. Также сегодня проводится самая настоящая радикальная налоговая реформа. В частности, снижается в разных вариантах деятельности от 2 до 7% НДС, который до этого составлял 20%. Резко снижается ставка налогообложения для всех видов бизнеса. И фактически для мелких предпринимателей налогообложение становится добровольным. Кроме того, сегодня также был подчеркнут лишний раз статус военных, в том числе и добровольцев территориальной обороны, как ветеранов войны. В ответ на те санкции, которые наложили на Россию страны Европы, Соединенные Штаты и Канада, те санкции, которые буквально уничтожили российскую экономику, Россия ответила мощным с ее точки зрения шагом. Они запретили американскому президенту Джо Байдену и канадскому премьер-министру Джастина Трюдо приезжать в Россию. Им, наверное, не очень-то и хотелось. Мы продолжаем следить за развитием событий войны украинского народа против русских захватчиков. Подписывайтесь на наш канал, поддержите независимую журналистику в независимой Украине. С вами был Александр Вельмошко. Слава Украине! Продолжение следует...